Лондон не выдаст Джулиана Ассанжа стране, где применяется смертная казнь, то есть США. С таким неожиданным заявлением выступил сегодня замглавы британского МИДа Аллан Данкан. Новость эта прозвучала на фоне другой, менее приятной для основателя Викиликс. Телеканал CNN опубликовал данные расследования о якобы вмешательстве Ассанжа в выборы президента США в встречах в посольстве Эквадора с хакерами и главой Лондонского бюро телеканала RT Николаем Богачихиным, который в интервью уже рассказал, почему эта инфобомба оказалась холостой. Из Лондона Анастасия Ефимова. Это теперь одна из самых охраняемых британской столицы Дипмиссии. Десятки камер на фасаде, но еще больше, как выяснилось, внутри. Ведь за семь лет, которые Джулиан Ассанж провел в посольстве Эквадора, за попросившим политического убежища гостем следили сразу три специально нанятых охранных предприятия. Сотрудники одного из них и передали конфиденциальные записи в прессу. Так в эфире CNN появились псевдоэксклюзивные подробности о вмешательстве Ассанжа в американские выборы. Оказывается, он попросил провести себе скоростную интернет и телефонную связь, получал посылки и даже принимал гостей. Вот этого мужчину авторы расследования представили как хакера, который мог бы предоставить Викиликс, украденный из сервера американских демократов, документы. А вот этот человек, по версии CNN, и вовсе ни больше ни меньше отвечал за связи Ассанжа с Кремлем. Николай Богачихин, глава Лондонского бюро, телеканала RT. С Ассанжем мы встречались много раз, начиная с 2012 года, когда у него выходила программа на нашем канале, которая получила несколько международных премий. И вот спустя много лет вышел этот материал на CNN, в котором совершенно нет новостей. А говорится примерно следующее, что Ассанж сидел в посольстве, и к нему ходили разные люди. А подозрения во глазах CNN, видимо, вызывают тот факт, что я русский. Выпуски программы, которую Джулиан Ассанж вел на RT, коллеги с CNN все-таки посмотрели. Более того, фрагменты использовали для своего так называемого эксклюзива. А значит, не могли не знать, что мужчина, которого они назвали, передававшим Ассанжу информацию, хакером, был героем одного из выпусков. И в посольство, к неимевшему возможности покинуть здание основателю Викиликс, приезжал для съемок. Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал «Мы роемся в помойках» в поисках русского следа CNN и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа о том, что мой зам ходил в посольство Касанжу и чего-то ему там приносил. Дорогой ЦРУ, я вам больше скажу, в посольство Касанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. Появляться у здания посольства Эквадора в Лондоне и сейчас небезопасно. Особенно с российским паспортом. С тех пор, как официальный кит выдал Жулиана Ассанжа британскому правосудию, здание больше не осаждают журналисты. Репортеры не дежурят круглосуточно у того самого, ставшего знаменитым балкона. Но вот появление российской телекамеры у здания было зафиксировано мгновенно. Полиция проверяет документы и живо интересуется, что именно мы собираемся снимать. Спасибо большое. На Лондон все средства хороши. Даже расследование в стиле highly likely. Анастасия Ефимова, Кирилл Пузырный, Вести, Лондон, Великобритания.